Всех приветствую! Ну что, продолжаем разбирать турнир в Indian Wells? Мы уже перешагнули экватор этого турнира и в этом выпуске мы с вами выясним одну из четвертых профессионалисток. Кто и станет, Арина Соболенко или Эмма Наварро? Для американцев Хирошан, безусловно, о себе заявить еще больше. Это действительно так неплохо прогрессирует, но проявить себя очень хорошо на солидном турнире домашнем, это, конечно, были для нее очень большой мотивацией. Но вы такую соперницу, как Арина, конечно, мало кто бы хотел им видеть. Многие скажут, но ведь Белорусская Теннисистка с трудом прошла первый раунд, там она была буквально на волоске от проигрыша. Да, вы правы, но разве это первый раз у Арины? Нет. И, кстати говоря, именно после этих матчей Арина, наоборот, улучшает игру с каждым матчем и показывает на турнире, где она прошла через такой сложный матч, очень хорошие результаты. И я думаю, что этот турнир не станет исключением. Уже с Эмма Радуканом гораздо стабильнее играла Соболенко. Было меньше ошибок, была лучшая подача, меньше двойных. В общем, только положительные, скажем так, были улучшения после первого раунда. Интересный факт, что Эмма на этом турнире прошла двух украинских теннисисток, но и та, и другая, я имею в виду и Цуренко, и Свитолина, дали очень серьезный бой ей. И надо сказать, что, ну, давайте будем честны, и Свитолина, и Цуренко, это, ну, не равня сейчас Арине, не равня. Поэтому мне кажется, что Навара, где-то, может быть, перенервничает, где-то просто не хватит ей опыта. Но, вот честно, я не вижу, за что бы она могла тут зацепиться. Каких-то особых компонентов в игре, которые доставили бы проблемы Арине, ну, нету. Только Соболенко сама себе может принести какие-то сложности. Но, повторюсь, после таких трудных побед, как у нее было матчей со Стернс, ну, я думаю, что Арина только будет улучшать свой теннис на данном турнире. Поэтому, мне таково, что больших проблем Навара не составит белорусской теннисистки, и разница в счете должна быть, ну, как минимум, 5 демов. Что быть в итоге, мы с вами увидим новые матчи. Конечно, мы выбрали все что угодно, но мы, как всегда, надеемся на лучшее. Пишите, что вы думаете про данного матча, также про других матчей этого турнира, ведь другие встречи также очень интересные. Ну, а мы с вами уже увидимся на разборах других матчей. Как обычно, желаю всем здоровья, удачи, прекрасного настроения и до скорой встречи. Пока-пока.